здравствуйте друзья всех приветствую на своем канале сегодня у меня очень обычная модель это герой форсажа первая часть вроде как я а может и не первая вторая часть честно уже не помню столько форсажей был короче это fast and furious кино все которые видели и это mitsubishi eclipse он же mitsubishi eclipse spider то есть версия открыта от компании ертел в общем ну модель которая я всегда как-то старательно обходил стороной на ибэ а тут бы бывав на выставке в бирмингеме в общем у одного мужчины нашел парень даже мужчина только продавал и ну и знаете я так не хотя подошел по спросил то что увидел сразу нет зеркал и такой ну а сколько он к 10 фунтов я такой пострел на нее ну вроде как даже ничего и думаю взял в руки она такая тяжелая перевернул посмотрел написано ертел там сидела fast furious universal studios думала столько тут всего хорошего прям вот аж захотелось и знаете сейчас вам кое-что покажу был приятно удивлен она в общем-то вся очень целая на самом деле это там принципе даже даже какой-то уникальный случай с этим делом просто у нее отсутствует только вот два зеркала и вот этот дворник один получается правый а в остальном в общем-то довольно целая машина даже вот с таким вот наворотом как снимающаяся крыша согласитесь весьма неплохо прям вот даже даже круто ну я говорю небольшой фанат принципе всегда и в кино как-то но это тюнинг не знаю не мое это абсолютно в общем не любитель особо большой там этого эклипса всегда был но вы знаете вот тут что-то прям вот 10 фунтов стала как-то вообще не жалко и стало интересным короче ну вот такая вот модель которую я сейчас вам буду показывать да она довольно там простая но опять же я так понимаю что сделано она была прям вот начале там двухтысячных годов когда там второй фильм по моему из них вышел ну да это вроде как во втором это модель ба и довольно и уже лет так прилично я так прикидываю что чуть чуть больше на 15 и что ли где-то в этом районе так что ну хром колеса прям вот такое все изумительно сделано хорошая кстати покраска тут я даже ничего не скажу она довольно все очень-очень так на уровне сделано ну и тяжелая вот металла здесь конкретно много чувствуется чувствуется так что ну вот такой тюнинг начала двухтысячных годов конечно очень весело весело сейчас наблюдать ничего не поделся эти модели довольно ценятся если они там в коробках со всеми делами то прям вот ну стоит хорошо денег вот собственно я для этого и взял и обязательно буду продавать как типа на запчасти либо ну для починить есть такой раздел в общем-то продажи там spares нрп то есть это либо на запчасти либо и и подчинить принципе здесь что два зеркала каких-то и вставить дворник тут особо даже не выделяется вот очень очень так вот видно что он отсутствует ну и как бы не ладно не особо большая проблема с так давайте посмотрим тут у нас очень много тюнингу разного вроде он так открылась очень кстати зазоры здесь такие минимальному прям будто щелкивается я даже иногда вспоминал версии там киошевских моделей которые там также плотно где-то под прилегал нужно было с кнопочки там бэхуку нибудь открывать снизу ну здесь кнопочки нет она просто сама по себе такая туда вот такой вот у нас тут моторный отсек все тоже фиолетовенькая такое розовенькая не знаю розовая такой цвет серебристый черный много всего разного цветного внизу есть даже вот эта надпись ралли арт прям но вот внизу будут красуется прям на пушка гонка ничего тут не скажешь в общем сидушки такие хрустящие но такие вот ладно своеобразно огромный спойлер сзади кстати не клееный не оторванный еще удивился так я очень боялся по дороге раздавитом спойлер это чтобы не ушел как-то он все выдержал там мой рюкзак и не парня не было ни какой-то не обертки ничего толкова очень я уже думал до 10 фунтов бог с ним поломается и поломается не доехал от дома нормально вот ну и конечно вот эта крыша она делает свое дело потому что довольно круто она смотрится в принципе закрытым верхом не даже больше нравится если бы его не было общество даже не дал просто нам по-другому вообще никак не зашла вот а так еще вот но более не менее так что вот такой вот вариант из выставки в бирмингеме кстати это была первая модель которую я там приобрел а вот и стоимость была 10 фунтов но остальное все конечно сильно довольно кусалось но все тем не менее уже кое-какие обзоры есть на модели оттуда и я еще несколько сделаю потому что потому что есть есть еще что показать вот друзья такой вот вариант за десяточку в принципе согласитесь вообще не позорные то взять можно но правда непонятно для чего общем мне как на перепродажу я себе точно точно сделаю на этой модели потому что явно тут любители такого добра очень много и и стоит она в общем денег больше чем 10 фунтов явно не знаю сам будет наверно и бы выставлено там посмотрим за сколько уйдет ну что на этом в принципе все спасибо что видели этот обзор полагаю вам было очень интересно наверное не знаю мне лично довольно интересно за 10 фунтов такую штуку в руках поддержать вот ну и вам кто любит кстати форсаж и собирает подобные модели они кстати сейчас очень сильно растут цене вот что что я начал замечать именно вот эти модели конкретно пошли в гору если хороший сохран коробка то данная модель будет стоять на этом все спасибо что посмотрели этот обзор прощая с вами только до следующего всем желаю удачи будьте здоровы пока